Здравствуйте, дорогие мои участники клуба бывших гипертоников! Сейчас хочу вам рассказать про употребление сала и влияние этого употребления на уровень холестерина и вообще как они связаны, вредно ли сало там полезно. Но дело в том, что сало это животный жир в чистом виде, он содержит много очень качественного хорошего холестерина, который не надо дополнительно каким-то образом перерабатывать, можно сразу его запускать в метаболические процессы и использовать для производства всех необходимых элементов нашего тела. Посмотрите наше видео разное о холестерине и о том, что я именно называю его веществом жизни и почему я его так называю. С этой точки зрения сало, конечно, очень полезно, хорошее сало. Поэтому ешьте смело сало. Для чего еще сало полезно? Для того, чтобы вызвать желчегонный эффект. Дело в том, что сало попадает в двенадцатиперстную кишку, поскольку это чистый жир животный, вызывает мощный рефлекс желчевыделения. Сокращает желчный пузырь, из него застойная желчь выходит, печеночные протоки начинают тоже подсокращаться, тоже идет выделение желчи. То есть таким образом печень вы, если вы раз в день съедаете там по 50 граммов сала, то вы чистите печень буквально, чтобы не было застоев там. Поэтому, вот исходя из этого соображения, тоже сало это полезный продукт. Вообще, все, конечно, зависит от количества, но вот я про дозировку сказал. Больше, наверное, не стоит в день съедать сало, потому что есть другие тоже качественные животные жиры, прежде всего молочные жиры, которые лучше сало по своему такому пищевому эффекту для организма. Вот. Ну, если вы любите сало, пожалуйста, употребляйте. Будьте здоровы! С вами был доктор Шишонин.